Во-первых, вас с победой. Наконец-то победили дома. Опять включились в эту борьбу за путевку в Премьер-Лигу. Комментарий по матчу? Ну, я думаю, что мы хороший матч провели. Уверенно играли и, в принципе, держали под контролем абсолютно каждый аспект игры. И создали достаточно моментов хотя бы для одного гола. Мы рады, что смогли реализовать одну из атак. Тоже поздравляю всех с победой. Игра команды в обороне. Можно сегодня дать пятерку, учитывая, что по большому счету даже ударов створ не было в соперниках? Я думаю, что надежно, стабильно. Очень важно играть стабильно во всех фазах, не только в обороне. Сегодня эта стабильность была, за исключением, может быть, одного удара от Глушкова. Такого опасного из центральной зоны. Мы, в принципе, ничего не позволили сделать. Поэтому, наверное, моя оценка хорошая, надежная, стабильная игра в обороне сегодня была. А изначально были какие-то опасения за игру в центральной зоне защиты, учитывая, что Мещанинов пропускал игру из-за перебора горчичников, ушел Найлсон? Насколько вы долго думали над стартом состава? Нет, мы не думали, потому что, в принципе, выбора особенного не было. Слава Богу, что Макс выздоровел и успел потренироваться неделю. И другого центрального защитника в нашем распоряжении не было. Поэтому мы, конечно, рисковали в отношении к тому, что он, может быть, не готов был. В принципе, игра показала, что не хватило его на весь матч. Но я думаю, что он вовремя успел сделать замену. Надеюсь, что ни рецидива, ничего не будет. А так, в принципе, я думаю, что Стаса, в принципе, стабилизирован. Одно-два изменения приходится вносить. Но это, наверное, касается любой команды. Ковалев, наш новичок, очень успешно вышел на замену в Оренбурге. Сегодня вы ему доверили место в стартовом составе. То есть это уже игрок основы? У нас не 11 человек, которые выходят в основе. Это основной состав. Это просто стартовый состав на матч. А так ребята тренируются, готовятся. Каждый ждет шансов. Мы посчитали, что все-таки, когда команда смогла два мяча отыграть, проявила характер и игра получилась. Поэтому не стали ничего особенного ломать на правом фланге. Постарались использовать положительную динамику игрока. И внедрение в состав. И дать возможность играть в стартовых 11 человек. Просто многие болельщики, специалисты думали, что молодежь, которую мы сейчас взяли, трое футболистов, это на перспективу. Получается что-то укрепление состава? Вы знаете регламент. Сейчас лимит помогает молодежи играть в составе. Поэтому, естественно, нам нужны ребята молодые. Возможно, если бы не лимит, то у них меньше было бы шансов. Но сейчас надо обращать внимание на их, постараться их подготовить, быстрее подвести их к определенному уровню, чтобы они могли реально помогать команде. Вот и наша задача тренерская стоит. Поэтому, к сожалению, плохо, что очень мало тренировок. Для игроков молодых очень важно тренироваться. Но, к сожалению, такой календарь. Поэтому те моменты, которые у нас есть, те крупицы тренировочные, дней, два дня, один день, мы стараемся использовать по полной программе, чтобы футболисты чуть-чуть потянулись по уровню игрокам основного состава. Сегодня, опять-таки, впервые вышел на поле Джамилов в официальном матче. Как можно его оценить? Я очень рад, что Султан дебютировал в официальном матче. Очень тяжело ему было, потому что практически три месяца пропущено было. И это очень непросто. Я рад, что он вышел и, в принципе, неплохо. Несколько таких контратак разогнал. Надеюсь, что будет лучше, уверенность будет появляться. Мы возлагаем надежду на этого игрока. Поэтому посмотрим. При счете 0-0 в середине второго тайма наставник соперников выпустил на поле второго высокого нападающего уже после замены плопы. Не было опасения, что верховую борьбу можем проиграть? В принципе, да. По тем матчам, которые уже прошли, у нас есть небольшая проблема с этим. Мы не всегда можем сыграть верх. Это связано с тактическим рисунком. Потому что постоянно, когда команда прессингует, то защитникам приходится пятиться. И очень трудно толкнуться с одной ноги и выиграть единоборство. Поэтому сегодня Анзор Сана много мячей выиграл. Но мы были очень мобильны на подборах. И, в принципе, за исключением двух-трех раз мы все мячи собрали. Поэтому важно не проигрывать борьбу. Но в этой лиге очень важен второй мяч. Сегодня были в этом отношении намного лучше предыдущих матчей. Учитывая такой плотный график матчей, есть ли у ребят у наших выходных дней? Сейчас, после игры в Оренбурге, естественно, у нас был один выходной. Посмотрим. То есть мы тоже пытаемся подстроиться под календарь. И нет сейчас четкой системы подготовки или методики, как подводить лучшую команду. Пробуем разные варианты. Иногда работает, иногда не работает. Но это нужно адаптировать. Сейчас не имеет смысла обсуждать календарь. Он уже есть. Постараться, побыстрее адаптироваться. Найти вариант, который был стабильным. Чтобы он давал и качество игры, и состояние игроков. Ну и результат.